Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Дождливое пасмурное утро. Не забудьте сегодня взять с собой зонт. В Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой. В Карачаево-Черкесии дождь, в отдельных районах сильный, с грозой и подъемом уровня воды до неблагоприятных отметок. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура ночью 8-13, в горах до плюс 8, а днем 13-18 градусов тепла и местами до плюс 13. В Черкесии ночью сильный дождь, днем также осадки, ветер западный 6-11, температура ночью 11-13, а днем 15-17 градусов тепла. Сегодня Международный день учителя. Праздник посвящается всем просветителям мира за их важный вклад в развитие общества. Накануне на торжественной церемонии наградили и поздравили учителей, воспитателей, а также ветеранов педагогического труда, которые свою жизнь посвятили воспитанию и образованию подрастающего поколения. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов напомнил всем, что следующий год объявлен президентом, годом педагога и наставника. Он обратился с просьбой внести предложение, на что необходимо обратить внимание в первую очередь, и как организовать работу, чтобы провести год в республике максимально эффективно. Затем главарь наградил лучших педагогов за многолетний и добросовестный труд. Действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учитель, педагог, это действительно самое главное, наверное, после родителей, семьи. Потому что вы действительно закладываете в наших детей не только знания, но и их отношение к жизни, отношение друг к другу, отношение к людям, к обществу. На самом деле, это неоценимый и незаменимый труд, за что я вас очень искренне хочу поблагодарить. В поселке Медногорске, расположенном в уютном уголке нашей республики, в самой обычной школе учит детей азбуки совсем юная учительница Ольга Свербиева. Молодой педагог поделилась с Фатимой Дауровой откровенным объяснением, почему она выбрала одну из самых интересных, но сложных профессий. Встроенная девушка в небесно-голубом платье с легкостью могла бы пройтись по подиумам домов высокой моды. Но каждый день каблучки выстукивают по школьному коридору к кабинету, где ее ждут любимые ученики. Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Садитесь! И начинается волшебство просвещения. Любознательные взгляды младшеклассников неотрывно следят за каждым действием своей учительницы. Потливые умы детишек ловят каждое слово и сохраняют их в закоулках памяти навсегда. Эта особенность проявится потом, в более зрелом возрасте, когда подсознание слегка выдаст заученные правила или лирические строки классиков. История молодой учительницы, которая горит своим делом, не спит по ночам, часами готовится к урокам и искренне обожает детей, началась ровно 8 лет назад. Начинала я с группы продленного дня. Пришла в школу. Сразу же, конечно, было сложновато. Первый день я пришла домой, расслабилась, думала, что очень сложно. Каждый раз все где-то пересчитывала, потому что очень ответственно отношусь к этому. А потом я втянулась, полюбила детей, дети полюбили меня. И проработав три года на группе продленного дня, уже набрала свой класс. Вот сейчас, на данный момент, четвертый класс, это мой первый выпуск. На следующий год уже будем набирать первоклассник. На вопрос, что удерживает вас в вашей профессии, Ольга Михайловна ответила, не задумываясь. Знаете, вот больше всего дети. Честно, любовь детей, вот их отдача, это самая ценная, наверное. Потому что, вы сами понимаете, что в наше время профессия учителя невысоко оплачивала. Поэтому материальных вообще никакого у меня интереса нету здесь абсолютно. Именно, в первую очередь, любовь, отдача, каждый раз улыбки, объятия их. Это очень ценно для меня. Тянущиеся вверх маленькие ручонки – гордость Ольги Михайловны. Красивым учительским почерком выставляется заслуженная оценка, результат совместной работы, тандема учителя и ученика. Индивидуальный успех каждого ученика и хорошие учебные показатели класса в целом – вот к чему стремится молодой специалист. Профессиональную хватку младшей коллеги по цеху отмечают и более опытные учителя, которые были в роли наставников. Семь лет назад в класс ко мне пришла Свербиева Ольга Михайловна, воспитателем группы «Продленного дня». Это была молодая очень и хрупкая, можно сказать, маленькая девочка, которой не было ни опыта еще, практически ни образования. Она училась на втором курсе педагогического училища. Но хватку она показала, знаете, с первых дней. И она показала себя, знаете, как сразу учить было приятно. Она как губка брала все, что можно. Старалась, знаете, каждое слово мое ловить. Вкладываясь в урок, появляется удовлетворение, чувство, что жизнь проходит не зря. Именно ради этого чувства я готова не спать по ночам, а работать и самосовершенствоваться, признается девушка в голубом. Искренние отношения к себе улавливают и дети. У меня учитель Ольга Михайловна Свербиева, она очень хорошая, добрая, всегда поддержит, если что-то объяснит. Нам всем она очень нравится. Она с нами с первого класса. Еще, если у кого-то что-то, допустим, не получается, то она подходит, не ругает, допустим, за то, что спросил. Ну, в общем, очень хорошая учительница. Мы не хотим больше на другую ее никакую променять. Она вот самая лучшая. Каждый день недели – новое открытие большого мира для маленьких детей. И проводником в этот мир неизведанного неизменно является учитель. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Медногорский. Учитель карачаевского языка и литературы гимназии номер 19 Черкеска Джамиля Узденова стала победителем всероссийского и межрегионального конкурса учителей родных языков субъектов СКФО и Республики Южная Осетия. Мы разные, но равные. И в эти минуты педагог и моя соведущая Белла Джозаева уже в студии. Доброе утро, вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Джамиля. Доброе утро. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Повод у нас прекрасный. Совсем недавно вы были в городе Пятигорске, и все средства нашей, средства массовой информации нашей говорили об этом конкурсе, в котором вам довелось участвовать. Конкурс «Учитель года». Вы представляли нашу республику. Причем конкурс «Учитель года родного языка». И, конечно, я хочу спросить у вас, как вы отобрались в нашей республике, как вы узнали об этом конкурсе. И еще я хочу сказать о том, что вот такой подобный конкурс родного языка, он вообще проводился впервые. Правильно? Да. Этот конкурс был впервые у нас в России проведен. Это был всероссийский конкурс. Но до этого я участвовала тоже в конкурсе как «Учитель года». Только он назывался «Мы равные, но разные». Он проходил в Нальчике, и участвовали все регионы Северного Кавказа, СКФО, семь республик. Вот. Там я получила первое место, стала победителем. Вот. И привезла в нашу республику первое место. После чего у нас тоже прошел конкурс «Учитель года», и выбрали кандидатом с нашей республики меня. Я готовилась практически с июня месяца, потому что у нас первое задание было, заводченное задание, «Медиавизитка». И буквально в течение трех минут я должна была полностью описать всю свою педагогическую деятельность, показать всю свою республику, похвастаться, можно сказать, своей любимой республикой. Вот. И это был наш первый этап, первый конкурс. Ну, везде, в социальных сетях я видела вот эти ваши фотографии в национальном платье, в платке. Все это было красиво, конечно. И я думаю, что жюри не могло этого не оценить. Да. Все, можно сказать, все подходили, фотографировались. Мне тоже было очень гордостно, что я в нашем национальном костюме представляю нашу республику. Да. Родной язык, конечно. Ну, и, конечно, сам конкурс. Как он проходил? Какие там этапы были? Что вы рассказывали? Что вы делали? Там помимо заочного этапа «Медиавизитки» еще были три этапа, три испытания. Первое испытание было методическое мастерская. Мы там должны были в течение 15 минут показать, как мы ведем уроки родного языка, какие технологии мы используем при подавании родного языка. Второй конкурс был урок. Урок. И третий конкурс был классный час. И четвертое испытание – это уже мастер-класс. Это показывали те, которые вышли в финал. Московское жюри оценивало нас. И после нашего выступления, после урока, они, естественно, задавали нам вопросы. Интересующие их. Да. Мы должны были сделать самоанализ урока в конце. Насколько я понимаю, там не было первого, второго, третьего места. Такого не было. Были. Были места. Были места. Первое место заняла Осетия. Южная Осетия. Девочка с Осетии. Вот. И второе место – Рязанская область. Даже Рязанщина была? Да. Там были, вы знаете, было 69 конкурсантов со всех, можно сказать, уголков России. С Якутии, с Крыма, с Курской области, Коми. Я с ними, со всеми подружилась. Мы обменялись номерами. Ну вот Рязанская область, они родной язык – это русский язык? Они вели свой родной русский язык. Родной русский. Якутия, Якутский язык. Да, да, да. На конкурс приехали наш глава республики, Рашид Бориспиевич Тимрязов и Инна Владимировна Кравченко, министр образования. Поддерживали вас? Да. Они привезли. Рашид Бориспиевич мне подарил куклу дочкам, книгу подарил мне. И пожелал удачи в дальнейшей моей работе, педагогической деятельности. За что я им благодарна. Было очень приятно, неожиданно и очень приятно за такую поддержку. Джамиля, я хочу спросить. Участие в подобном конкурсе вам, как педагогу, что дало? О, это колоссальный опыт. Это колоссальный опыт. И, вы знаете, победа над собой. Это самое главное. И стремление вверх. Да, и стремление выше, больше, дальше. Так что я очень рада. Я благодарна всем, особенно своему школьному коллективу, администрации, нашему замечательному директору, что они мне дали возможность пожить этой жизнью. Может, короткие семь дней, но все же, что... Конечно, это колоссальный опыт. Это колоссальный опыт. Знания, знакомства. Да. И у меня моя сопровождающая, Ежаева Фатима Назбивна, которая на протяжении всего времени готовила меня к конкурсу, как на СКФО, так и на Всероссийский конкурс. Ей тоже огромное спасибо. Она поехала со мной, жила вместе со мной, готовила меня, переживала вместе со мной. Самое главное – это поддержка. Да. Большая, большая помощь. У меня сильная была поддержка. Я благодарна. Замиля, вот такая молодая девушка, как решила стать преподавателем родного языка. Династия преподавателей. С папиной стороны тети и с маминой стороны тети у меня учителя в школе. И в вузах они работают, и до сих пор есть, которые работают, поддерживают меня. А почему именно родной язык? За это спасибо моим учителям в ауле Саратюз, моим учителям Дуюнову Авдрахману Муссавичу и Баташеву Индириху Сеевне, что они привили любовь к родному языку благодаря им, благодаря урокам родного языка и вся моя любовь к изучению родного языка. Такое можно услышать очень редко, потому что дети не хотят на родной язык ходить. Мы с этим боремся. И самое главное, вы не просто учите языку, вы учите писать на родном языке, вы учите его любить язык свой. Нет языка, нет народа. Это глобальная проблема сейчас. Об этом очень много говорят. Но вот как вы видите решение этой проблемы? Вы знаете, у меня творческий подход к этому. И в мире инновационных технологий, в современном мире мы находим свои способы преподавания языка. Старшеклассникам, чтобы язык был более интересным, мы проводим онлайн-конференции с соседними республиками. Вот недавно в феврале мы проводили конференцию, ну последняя конференция была в феврале. Вот с балкарцами мы вышли на связь, онлайн-конференцию, где дети с удовольствием приняли участие, с энтузиазмом задавали друг другу вопросы, узнавали про традиции, обычаи, обряды балкарцев, а также балкарцы задавали нашим детям вопросы. Это было очень, можно сказать, интересно. И я хочу, чтобы это уже на постоянной основе у меня проходили такие онлайн-конференции с соседними республиками. Но после вот этого всероссийского конкурса у нас масштабы, наверное, еще и увеличатся, потому что мы познакомились со всеми республиками, областями, городами России и обменялись телефонами, и будем выходить с ними тоже на онлайн-конференции. Планируете ли вы участие в новых других конкурсах? Конечно, конечно, потому что не надо останавливаться на достигнутом, нужно... Ну, пока есть силы, пока есть желания, да, пока есть желания, нужно все перепробовать. А к этому конкурсу в 1998 году моя мама выиграла в конкурсе «Воспитатель года», где я, будучи 12-летней маленькой девочкой, со своими сестренками участвовала у нее на медиавизитке. Мы представляли маму. Вот. И это у меня осталось в сердце. И когда я вот сама выросла, стала учителем, и вот 18 лет работая в школе, и вот это желание у меня постоянно было тоже участвовать в подобном конкурсе. И у меня получилось. Я благодарю вас за участие в нашей программе, и мне остается пожелать вам дальнейших творческих успехов, побед на новых конкурсах, и чтобы наши дети непременно знали, любили, ценили свой родной язык. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Песни, танцы и мини-сценки. Так отметили День пожилых людей в Центре социального обслуживания населения Черкеска. Вспомнить молодость в кругу друзей и знакомых, подарить друг другу звонки, смех и улыбки. Именно так решило старшее поколение провести этот день. На праздники побывал и Корча Биджеев. Международный день пожилых людей. День мудрости, добра и уважения. В нашем мире старшие играют важную роль. Они передают накопленный опыт и знания подрастающему поколению, тем самым укрепляя фундамент общества, в котором мы живем. В отделении дневного пребывания Республиканского центра социального обслуживания населения прошло праздничное мероприятие с участием виновников торжества, а также детишек с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, мы очень старались, подготовили всевозможные номера. У нас будут представлены также кухни народов нашей республики. Песни, танцы, все, что является, как говорится, антуражем праздника. Я считаю, любое мероприятие очень важным. Тем более, мероприятие такого уровня – это вообще-то значимое событие для каждого человека. А наше учреждение направлено на работу с инвалидами, с людьми старшего возраста. Дедушки и бабушки приходят сюда провести время с пользой. Некоторые занимаются вышиванием, другие изготовлением различных подделок, пением и танцами, чтением книг и просто общением со сверстниками. Они не пропускают ни одного мероприятия, ведь каждый праздник яркий, как звездочка на небе. Больше всего понравилось наше объединение, наш народ карачаево-черкесий многонациональный. И вот мы здесь не делимся ни на кого. Мы просто живем. Мы люди, мы женщины. Мы в основном все в таком возрасте, что надо нам общение. Праздник очень хороший. Мы радуемся, гордимся, что у нас Карачаево-Черкесия, весь народ вместе с нами, и всей национальности мы вместе живем. Дружба. Любим друг друга. И самое главное, чтобы у нас был мир, чтобы не было войны, и наши дети процветали и учились. Мероприятие прошло в теплой атмосфере, за праздничным столом, с пением и танцами. Карчабиджиев, Расул Бердиев. Вести Карачаева-Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.